В июле 1957 года на базе редакции радиоинформации Черкесского городского узла связи был образован Карачаево-Черкесский комитет по радиовещанию. Сейчас сложно представить, что всего несколько творческих и технических сотрудников редакции радио имели тогда в своем распоряжении 4 кабинета в здании главпочтампа в Черкесске. О преобразованиях в жизни радио ГТРК Карачаева-Черкесия материали Заремы Кардановой. Канули в лету события 65-летней давности, когда первыми дикторами были сотрудники областных газет. Они писали и читали пока на трех языках – русском, черкесском и карачаевском, а через год зазвучали программы на абазинском и нагайском языках. Сегодняшнее здание дома радио начали строить в 1961 году, а новоселье справили лишь через три года. С той самой поры это здание стало своеобразным культурным центром Карачаева-Черкесской автономной области. Радио, конечно, это огромная часть нашей жизни. Раньше без радио вообще жизни я себе не представляла. Всех-всех работников радио, от оператора до журналистов, все, кто как-то связан с радио, я хочу сегодня поздравить. За годы существования радио в Карачаево-Черкесии сменилось не одно поколение творческих и технических сотрудников Дома радио. Среди них особое место занимает бывший председатель областного радиокомитета Джилимби Аджиев, который бессменно находился на этой должности почти 40 лет. Среди ветеранов радио такие известные имена – Хасин Братов, Балуат Жазаев, Батыр Баисов, Галина Мамхягова, Мухаммед Охтов, Мусали Шаков, Медиха Шаманова и многие другие. Они своей работой писали историю Карачаева-Черкесии. На ультракоротких волнах мы вещали и нас слушали в каждом доме. С уходом в 2009-2010 годах кабельного радиовещания мы потеряли значительную часть своей аудитории. Разумеется, с тем процессом, который мы прошли вполне успешно, это выход на более высокие волны. Сейчас в Черкесии это 91,2 FM. Теперь радиослушатели нас могут слушать где угодно, в Карачаево-Черкесии. И это действительно очень важная задача, которую мы выполнили. За это нужно сказать большое спасибо нашему директору Светлане Заору Никазиеву, потому что мы сделали эту работу и действительно результат этой работы виден. Люди нас слышат. Многие годы техническую подготовку выхода передач всех редакций радио осуществляли настоящие мастера своего дела. Галина Гиль, Моэд Харатоков, Али Капов. Вот уже более 30 лет здесь трудится радиоинженер Хамед Туков. Целая эпоха связана и с именами блистательных дикторов. Это те люди, которые также навсегда вписали свои имена в историю ГТРК Карачаева-Черкесии. Среди них бывший диктор радио Мухамед Гутикулов, который проходил стажировку в Москве у самого Юрия Левитана. Школа великолепная была. Риторику, логическое чтение, технику речи они на высочайшем уровне проводили. Они оставили в моей жизни неизгладимый след. Сегодня Республиканское радио является составной частью государственной телерадиовещательной компании Карачаева-Черкесии. Пять редакций радио ежедневно рассказывают на пяти основных языках народов Карачаева-Черкесии о событиях в стране и родного края. И как 65 лет тому назад по радио звучит «Говорит черкесск» в эфире радио Карачаева-Черкесии. Зарема Карданова, Расул Бердив, Вести, Карачаева-Черкесии.